В Твери разгорается конфликт между Тверской генерацией и десятком управляющих компаний города. Причиной этого послужили многомиллионные долги, которые ресурсно-снабжающее предприятие намерено взыскать с обслуживающих организаций. Впрочем, по мнению руководителей УК и ТСЖ, требования эти не обоснованы. Точки зрения обеих сторон выслушала наша съемочная группа. С момента принятия жилищного кодекса в Российской Федерации сбор денег за поставленные в дома отопление и горячую воду в Твери осуществляли управляющие компании. Деньги от собственников жилья поступали на расчетные счета обслуживающих организаций. Ситуация поменялась около 10 лет назад, когда на рынок пришла компания «Тверская генерация». И большинство потребителей перешли на прямые договоры на поставку энергоресурса. С управляющими компаниями, в свою очередь, ресурсно-снабжающая организация заключила так называемые агентские договоры, по которым генерация выступала поставщиком, а обслуживающей организации, исполнителями коммунальных услуг. Взыскивать долги с неплательщиков по этим же договорам генерирующее предприятие могло и должно было самостоятельно. С 2014 года эта вся история, она действовала, работала, все было замечательно. То есть «Тверская генерация» напрямую с неплательщиками работала, мы предоставляли соответствующие сведения, все было хорошо. Однако в ноябре этого года для руководства абсолютного большинства управляющих компаний Твери случилось удивительно. Как рассказывают представители обслуживающих организаций, «Тверская генерация» потребовала с них многомиллионные долги за поставленный в сотни домов по всему городу энергоресурс. В Тверской ассоциации управляющих компаний «Дом» поясняют, что претензии получили десятки обслуживающих организаций, как УК, так и ТСЖ с ЖСК. Средняя сумма взыскиваемой задолженности, рассказывают юристы, от 8 до 10 миллионов рублей. Есть и рекордсмены. Так, ГУК пролетарского района задолжала тепловикам порядка 40 миллионов рублей. Однако в управляющих компаниях недоумевают, какие задолженности за тепло и горячую воду, если мы даже деньги за это не собираем, задаются вопросом юристы. «Получается так, что вот эта вся задолженность, которую нам предъявляют, это все равно задолженности населения в многоквартирных домах. Тверская генерация принимает на себя обязательство осуществлять претензионно-исковую работу с потребителем коммунальных услуг по заключению договора уступки права требований к потребителям коммунальных услуг, но теперь свои соответственные обязанности, предусмотренные договором, не исполняет и хочет переложить эти все проблемы на плечи управляющих организаций». Сложившаяся ситуация всерьез опасаются в обслуживающих организациях, ставят само их существование под угрозу. Многомиллионные долги выплатить им просто нечем. Текущая строка сбора коммунальных платежей со стороны УК или ТСЖ предполагает плату лишь за содержание дома. В среднем, поясняют в ассоциации управляющих компаний дом, на счетах добросовестных УК или ТСЖ лежит от 1 до 1,5 миллионов рублей. Заплатить долг 8, 10 или 12 миллионов не представляется возможным ни одной из них. Перед обслуживающими организациями в настоящий момент стоит реальный риск банкротства, уверены представители жилищно-коммунальной отрасли. «Что, в свою очередь, однозначно приведет к обвалу сферы ЖКХ в Твери. Отопление – это самая многобюджетная статья затрат, то есть это самая дорогая коммунальная услуга. Соответственно, многомиллионные иски управляющие компании просто не осилят, потому что, во-первых, мы не получали этих денег, во-вторых, единственная наша статья – это содержание дома, то есть это абсолютно не те деньги». Впрочем, в Тверской генерации настаивают. Суть претензий ресурсоснабжающей организации не в долгах со стороны собственников помещений в многоквартирных домах, а в той задолженности, которую накопили перед тепловиками именно обслуживающие организации. «Претензии со стороны Тверской генерации, направленные к управляющим компаниям, речь идет о задолженности порядка 40 миллионов рублей, и связана эта задолженность с общедомовыми нуждами. Напрямую по этой задолженности отвечают управляющие компании. Эти требования никак не связаны с требованиями к владельцам квартир. Там задолженность совершенно другая – порядка 1,2 млрд рублей. И эти вопросы решаются отдельно в судебном производстве». Как бы то ни было, и таких денег у управляющих компаний, очевидно, просто нет. На сегодняшний день ситуация кажется тупиковой. К ее разрешению подключилась общественная палата Тверской области. По инициативе одного из ее членов, Ольги Кириченко, на минувшей неделе было проведено расширенное совещание, на котором присутствовали представители крупных городских управляющих компаний, сотрудники департамента ЖКХ города, госжилинспекции, областной прокуратуры, регионального ЗАГС собрания. Как отмечает Ольга Кириченко, заложниками в этой ситуации выступают в первую очередь рядовые горожане. «Подумать бы тем, кто задумал эту акцию, вот по-другому я даже сказать не могу, акцию, а что будет в итоге, а кто пострадает в итоге, да, а в итоге-то пострадают те получатели этой коммунальной услуги, которые добросовестно оплачивают ее. В большей степени это физические лица». В общественной палате Тверской области считают, что единственно возможный способ разрешения конфликта – диалог между всеми сторонами. О том, как он будет развиваться, мы расскажем в следующих выпусках новостей. Наш телеканал продолжит следить за развитием событий в этой истории.